Вот уже в пятый раз литературные деятели во всем мире с нетерпением ожидали новостей из Торонто о том, кто же стал лауреатом литературной премии имени Хемингуэя. Алёна, здравствуйте. Здравствуй, дорогой Игорь, я очень рада, что вы меня пригласили. Спасибо, что приняла приглашение. Скажи, пожалуйста, на прошлой неделе вы объявили победителей литературной премии имени Хемингуэя, которая в Торонто присуждается ежегодно, правильно? Да, да. Кто победил? Победили, победили. Ну, можно я расскажу, как это было непросто в этом году лауреатов огласить. Все очень непросто было в этом году, потому что, как бы, те, которые были в фаворитах, в номинантах, потом в последний момент менялась ситуация и выигрывали другие. Сейчас об этой премии, что нам очень приятно, пишут большие издания. Например, Литературная газета, Независимая газета, Одесский. Весник Торонто. Весник Торонто. Одесские новости. В общем, как-то получилось, что очень резонансно в этом году прозвучала наша премия. Может, потому что уже не первый год это происходит, и она накапливает. Который раз она уже присуждается? Пятый. Пятый раз. Ну, то есть это уже срок. Да, это уже срок, и ее знают, они пишут, как вот я и говорю. Большие издания. И авторы ждут. При том, что она не имеет денежного эквивалента. Да, мы деньги авторам не платим. Но имя Хеменгуэя, красивая медаль, диплом. Все это как-то... И авторы указывают то, что они лауреаты премии Хеменгуэя на своих книгах. Нам было очень приятно, когда мы видели, вот выходит у автора новой книги, там слава лауреат премии Хеменгуэя. Ну и вот, в этом году получилось так, что, допустим, в той же поэзии у нас в номинантах фаворитом был один поэт, но под конец года пришли стихи Евгения Чегрина, и единогласно практически жюри присудило ему победу. В крупной прозе, мы в этом году у нас и лауреаты крупной прозы, то есть романов, книг, стала Саша Николаенко. Она известный очень писатель и художник, она лауреат русского Букера. А нам она давала фрагменты своей книги «Жили люди, как всегда», записки Феди Булкина. Вот эта книга тоже, ну, практически единогласно жюри проголосовали за то, чтобы она стала лауреатом. Сложнее всего было с короткой прозой, потому что, как правило, ну да, в журнал же в основном присылают рассказы, правильно? И номинантов было где-то пять номинантов. И самое интересное, что лидировал, лидировал долгое время именно канадский автор, это Алекс Козак с его рассказом «Я дедушка и Голиаф». Но, когда пошли последние голосования, выиграла известный очень критик, который вот в данном случае в жанре, в писательском жанре выступает, Елена Сафронова с рассказом «Арбуз и рыба», «Рыба и арбуз». Теперь, что очень важно для нас. Ну, вот три лауреата из России, а дальше уже все лауреаты, которые не живут в России. Нам очень было приятно, что наша жюри проголосовала публицистике за чудесное эссе Евгения Голубовского. Вообще, личность Евгения Голубовского – это такая культовая личность для Одессы. Это журналист, культуролог, журналист вечерней Одессы. Ему в прошлом году дали орден Морозли к его 85-летнему юбилею. Он просто энциклопедия культурной жизни не только Одессы, естественно, вообще литературы. И что очень важно, вот сейчас в группе на Фейсбуке «Нового света» я почти каждый день делаю перепост его воспоминаний или его эссе. То есть и у нас с ним замечательные планы весной сделать одесский журнал «Всемирного клуба одесситов», номер такой, который… То есть писатели, литературные деятели, деятели… Да, 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 которые живут за границей, да, и вместе с альманахом Дерибасовская-Решильевская, потому что… Ну вот у нас возникла такая идея, как бы соединить на один номер два этих издания и посмотреть, что получится. Я уверена, что это будет очень интересно. То есть на один номер… А если ты думаешь, что жюри тебя как-то удивило чем-то? То что? Жюри тебя чем-то удивило. Да, удивило своей непреклонностью, что ли, и очень большим разбросом. Только по каким-то абсолютным вещам жюри было согласно, а так довольно тяжело. И вот что получилось, что когда проголосовали за короткую прозу, о которой я вам говорила, мы не могли не отметить Алекса Козака этот рассказ. То есть лауреатом стала Сафронова, а мы отметили… И еще, это новая для нашей премии, с нами очень долго работал поэт, писатель, редактор Виктор Шенбрик. Он с Украины. И он ушел в прошлом году, но очень часто мы публиковали его рассказы, они нам нравились, мы как бы не успели. И мы посмертно дали ему тоже почетный диплом. Вот короткие рассказы – это были самые сложные для решения жюри вещи. Уходящий год – это год такой пандемии, когда многие сидели дома, работы было у всех меньше, я так подумал, у большинства людей. Это как-то отразилось на литературной деятельности? Вы как-то заметили, что вам стали больше писать? Да, нам 100% стали больше писать, и я тебе хочу сказать, что у нас появились совершенно уникальные авторы. Вот один из авторов стал победителем, стал лауреатом в номинации «Перевод». Это Ляля Черткова, она цыганка по происхождению, и она дала в журнал совершенно невероятный цикл перевода в цыганской поэзии. Это редкость. Причем авторов цыган, которые живут по всему миру. Вот это тоже одна из совершенно уникальных в нашей премии моментов. Ну и, что очень важно, нам помогали с популяризацией канадских авторов многие журналы. Это «Южное сияние» одесское и «Альманах», «Новый континент», который между Америкой и Израилем существует. И вот он тоже получил лауреатство за помощь канадским авторам. Вот в такой интенсивной обстановке мы жили. Когда это все будет опубликовано? Я понимаю, что это все будет опубликовано в журнале «Литсвет», правильно или нет? Это все уже опубликовано. Все произведения, которые получили лауреатство, все опубликовано. А где журнал можно купить? А журнал теперь у нас, мы пошли по системе того, что это печать по требованию, да? Это «Лулу» такой известный ресурс, на котором… Да, сервы, на котором работают многие журналы теперь. Раньше мы же делали типографию «Тут», но в связи с тем, что очень многие мероприятия отменились, совершенно невозможно на этих тусовках продавать журнал, как бы в магазине «Тройка». В общем, вся вот эта вот история понятна, как зарабатывать деньги. Теперь авторы сами с большой радостью заказывают. Это не такие большие деньги, чтобы заказать журнал. Скажи, пожалуйста. Отлично, и я покажу, я покажу. Он совершенно в потрясающем. Вот на склейке он в прекрасном виде. Вот это вот напечатано на «Лулу». Вот такие вот журналы. Алена, я знаю, что тоже вот прямо вот недавно у тебя была опубликована книга, которая на основе рассказа, очень знаменитый рассказ «Страшный маршер». Да. Вот эта книга. Прочтение, 300 тысяч, все пишут 300 тысяч прочтений. Да, так, так. Это очень много. А как тебя вообще ощущаешь 300 тысяч прочтений? Я никак не ощущаю. Сейчас я уже никак не ощущаю. Я только ощущала тогда, когда очень многие из тех, кто прочел рассказ, просили писать продолжение. Собственно, если бы не читатели этого рассказа, которые меня просили, убеждали, что надо писать про Машу, наверное, я бы не решилась писать эту книгу. Это все-таки не мой жанр. И поэтому было очень сложно его определить. Это хоррор. Или это не хоррор. Или это просто мистика. И, кстати, очень трудно было и издательству как бы решить. Обычная книжка вышла, правильно? Да, книжка вышла в ВСТ. В Москве, в ВСТ, в издательстве. Прекрасную иллюстрацию сделала Ульяна Колесова. Сейчас эта книжка есть на Лабиринте, на Литрос. Уже есть аудиовариант. Кстати, очень хороший аудиовариант. Его прекрасно слушать, потому что это вообще... Ну, это же сказка, да? И когда сказку озвучивают еще с музыкой, со всякими красотами. В общем, я очень рекомендую. Ну, и покупать эту книжку тоже. Ее можно купить где угодно. Я желаю, чтобы Новый год принес новых успехов. Да, да. Я очень желаю этого же. Я очень желаю этого же. Потому что сейчас это очень важная для меня книга должна выйти. И я так решила сначала, она должна выйти в Украине. И она сейчас готовится. Да, моя книжка – книжка воспоминаний. Она называется «Все, что помню». И уже готовится к изданию в Украине. Будем ждать. Да, да, да. Ну, и в Москве тоже. Потом в Москве. Спасибо большое. Спасибо. Литературная премия имени Эрнеста Хемингуэя, канадского международного литературного журнала «Новый свет» учреждена в 2015 году издательством «Литсвет» и носит имя великого американского писателя. Она создана для поддержки русскоязычных авторов, в чьих произведениях отображено стремление к поиску новых художественных форм, расширению языковых и смысловых границ. Но почему канадский журнал посвятил свою премию американскому писателю? Потому что его карьера начиналась именно в Торонто. И в Париже он работал для канадской газеты «Торонто Стар». В Торонто Хемингуэй прибыл холодным январским утром 8 января 1920 года. И приехал он не как писатель и даже не журналист, а как бейбиситер. А если быть более точным, оплачиваем компаньоном, учителем для сына состоятельного управляющего сети универсальных магазинов. Из-за травмы ноги его состоятельные родители не взяли с собой на зимовку во Флориду и попросили Хемингуэя до лета присмотреть за их чадом. Это первый дом Хемингуэя в Торонто. Расположенный в квартале западной Сент-Клэр, рядом с Каза-Лома, особняк, конечно же, не являлся дворцом. Но в те времена считался одним из самых роскошных особняков города. И уж точно для тогда 20-летнего молодого человека был самым большим и комфортным жилищем, в котором он когда-либо бывал. Будущего великого писателя поселили в одной комнате с воспитанником, которого нужно было вдохновлять на достижения в учебе и присматривать за ним. Для Хемингуэя, уже тогда решившего стать писателем, это была достаточно удобная жизнь. Поскольку его воспитанник ходил на занятия утром и днем, то у Эрнеста было достаточно времени предаться пробам пера. И, конечно же, писатель наслаждался удивительно канадской зимой, катанием на санках или лошадях в окрестностях дома и даже игрой в хоккей. Ведь тогда здесь не было все застроено. То, что в те времена даже под большими газетными материалами зачастую отсутствовало имя автора, в некоторой степени способствовало переезду Хемингуэя в Париж. Один из редакторов «Торонто Стар» подрабатывал тем, что, получая материалы от малоизвестных нештатных авторов, немного видоизменял их, а затем продавал в европейские и американские газеты, но уже под собственным именем, и сам же получал гонорар. Познакомившись с Хемингуэем, тот редактор сразу увидел талант. И решил всячески способствовать тому, чтобы Хемингуэй был откомандирован газетой в Париж. Ведь тогда он мог бы легко перепродавать материалы тогда еще неизвестного автора в американские СМИ, а выручку оставлять себе. И вскоре Хемингуэй и отправился в качестве европейского корреспондента канадской газеты «Торонто Стар». Он пробыл в Европе полтора года, освещая все крупнейшие события тех времен для «Торонто Стар». И в 1923 году, в сентябре, вернулся сюда и начал работать в здании, которое когда-то стояло вот на этом месте, и служило офисом «Торонто Стар». Именно благодаря работе репортером Хемингуэй нащупал свой лаконичный, графичный, литературный стиль. И здесь тоже не обошлось без финансовой выгоды других, а не автора. Поскольку заокеанские материалы корреспонденты того времени передавали по телеграфу, то чтобы немного сэкономить на стоимости таких депеш, прилагательные в них полностью опускались. Хемингуэй с большим энтузиазмом отнесся к телеграфному языку и начал экспериментировать с ним. Эти изыскания, которые затем во многом проявились в его книгах, писатель продолжил и в «Торонто» во время репортерской работы здесь. А спустя несколько десятков лет в Канаде была учреждена литературная премия имени Эрнеста Хемингуэя, знаменитого писателя и нобелевского лауреата, чья карьера начиналась в «Торонто».